Приветствую вас на своем канале Сад Огород и продолжаем наше занятие в саду в огороде. Сегодня пересадка кабачков. Вот покажите, пожалуйста, какие у меня сейчас кабачки. Вот у меня в одной луночке два кабачка, два кабачка, один, два, два, один, два и два кабачка, один прям еле виден. Почему так получилось? Потому что, когда я сажаю в луночку кабачки, я высаживаю не по одному зернышку, а высаживаю три, чтобы, бывает, что-то не всходит. И оставляю здесь те, которые самые сильные. Значит, это и рассада будет хорошая, и сам кабачок будет хороший, хорошо будет плодоносить. А вот более ущербные, естественно, я удаляю и избавляюсь от них. Какие, например, будут удаляться? Или вот здесь вот два кабачка, они очень прям замечательные, очень хорошие, хочется оставить их два сразу. Вот я сейчас попробую выкопать, чтобы корневую систему не повредить, и пересадить на новое место, в новую луночку. Здесь, вы видите, грядочка все-таки довольно приличная, расстояние у меня не менее метра. И я надеюсь, что здесь будет места кабачкам достаточно, и все будет... Можно показать кабачки не слишком хорошего качества? А вот, пожалуйста, можем пройти и посмотреть. Вот, пожалуйста, вот один кабачок, который вот такой вот. Что с этим кабачком? Вот он. Вот. Естественно, мы его удалим, чтобы он не мешал большому кабачку. Вот здесь два кабачка. Вот это более сильный, это менее сильный. И вот давайте пройдем здесь, посмотрим еще. Есть луночка кабачки. Вот здесь три кабачка. Два прекрасные, прекрасные сформированные два листочка. А вот этот третий, посмотрите, вот он ущербный. Вот. И мы его просто удаляем. Удаляем, выбрасываем. Вот здесь тоже три кабачка. Два нормальные, а третий... Ну вот он какой. И вот эти большие кабачки. Вот они почти равнозначные кабачки. И вот этот вот, смотрите, вот маленький кабачок. Ну, это посадочный материал, он не очень качественный был, значит. Так, и теперь нам нужно рассадить. Если мы не повредим корневую систему этих кабачков, то мы его посадим. А если повредим, то мы, естественно, не сможем рассадить. Вот у меня здесь еще две луночки. Вот луночка была, и вот луночка, вот луночка, вот и вот. Здесь кабачки у меня вообще не взошли. Ни один из трех не взошел. Что будем делать? Будем досаживать. Будем досаживать. Так, и теперь, чтобы мне выкопать кабачок, нужно предварительно полить. Аккуратнейшим образом мы их поливаем. Здесь можно достать любое растение, так как они растут у нас. Корневая система у них, так скажем, прямая и не очень пока глубокая. Мы их высаживаем, вот, несем на новое место. Там, где у меня три луночки не взошли. Мы сейчас аккуратнейшим образом будем садить. Так, проливаем луночку. И с комом земли, с комом земли, с комом высаживаем наш многострадальный кабачок. Вот смотрите, там было растение, но оно не взошло. А ждать нам тоже нет никакой нужды. Вот мы посадили растеницу, и я думаю, что мы посадили его нормально. И оно у нас будет расти. А землю не надо брать? Надо, я полью попозже. Можно и сейчас полить, и еще раз замульчировать. Это фотосинтез, поэтому листики должны быть чистенькие, конечно. Вот так вот. Теперь мы вот здесь будем сажать. Но здесь вот я увидела росточки. Мы их просто польем. Хорошо я их не нарушила. Так, вот здесь вот я вижу, тоже пробивается. Но это все было посажено в одно время. А вот здесь вот я не вижу ничего. И поэтому... Ах! Ничего подобного. Ну, а здесь я тоже увидела. Если камеру поближе поднесут, мы увидим маленький-маленький росточек. Можно ли у него пальцем показать? Вот он. Я просто пролью это место, и все. Есть вероятность, что он нормально взойдет? Есть вероятность, что он нормально взойдет. И без пересадочки он будет крепче. Не будет приживаться, не будет... Ну, он будет нормально стоять. Ну, вот на этом все. Все процедуру остальных пересадки кабачков я буду делать точно так же, как и первого кабачка. Так что дерзайте. Растите кабачки. Это очень вкусно. Очень много блюд из кабачков. И это очень вкусно. Когда в том году я вырастила у себя кабачки, я поняла, что это вообще изумительный овощ. И множество блюд можно приготовить. И когда вырастут кабачки, я какое-нибудь простое блюдо, которое я сама люблю, я покажу, как его готовить. А на этом хочу сказать вам спасибо. Всем подписывайтесь на мой канал и до свидания.